Пресвятой Троицы Для меня это достаточно загадочное явление, но не только для меня, у нас и ученые это мучаются, все время думая, что это такой сон, изучая, что такое сон. Огромные лаборатории работают по тому, чтобы понять и использовать сон. Ну а я, конечно, методом самонаблюдения все это делаю. И сегодня был очень интересный сон, который в конечном итоге у меня кое в чем убедил. И заключался он в следующем. Я уже вам рассказывал, что рано утром, когда я просыпаюсь, а матушка еще спит, я не встаю, свет не включаю. Я только беру наушники и слушаю. Либо слушаю музыку, Баха все время слушаю, либо слушаю псалтырь, Евангелие. Все четыре Евангелия можно слушать. Иногда слушаю Деяния апостолов. Ну, в общем, сейчас аудиокниг много и можно слушать все, что хочешь. И сегодня я решил совместить Евангелие от Иоанна с музыкой. Нет, точнее, я искал, как читают Евангелие от Иоанна, и мне попался ролик, где читают на фоне музыки. От Иоанна, Святое Благовествование. Глава первая. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало... Я послушал вроде музыка ничего, думаю, ладно, не помешает. Читают главное хорошо. И вот слушаю, причем открыл на очень интересной для меня притче или рассказе о том, как Господь слепорожденного сделал зрячим. Мы с вами обсуждали это недавно. И у меня даже появился новый аспект видения этого чуда. Мы его обсудим в следующей беседе. А пока следующее. В общем, я слушал, слушал, разбирался, разбирался, что там идет во время чтения в Евангелии. Интересно, что успеваешь в таком полусне не просто слушать, но еще и сразу обсуждать внутри себя, что такое, или даже темы находить внутри себя. Но время от времени я засыпаю во время этого слушания. Сегодня я включил в 4 часа 30 минут. И, по-моему, часиков в 6 я все-таки заснул. А перед этим у меня было еще одно интересное событие. Там мы с одним человеком разговаривали о Чихачево. И вот во сне я, попадая в Чихачево, был прежде меня, попадая на службу. На службе идет причастие, в общем, много очень народу. А сейчас до сих пор туда, до тысячи человек приезжает на праздники. И после того, как закончилась служба, вот так уже батюшка, который служил, разделся. Мы с ним немножечко так пообщались. Я при этом во время службы слышу, что кто-то читает Евангелие. Кто-то читает Евангелие. Но на него накладывается вот это богослужение, это пение, еще что-то. И я так про себя думаю. Читает мужчина. Ну, зря он это делает во время богослужения. Но, прислушавшись, что он читает Евангелие, я все-таки думаю, ладно. Евангелие пусть читает во время богослужения. Но что происходит дальше? Мы с ним, точнее я, выхожу на улицу из храма и слышу более громкое чтение Евангелия. Я оглядываюсь, а сзади идет мужчина. Такой в очочках, интеллигентный такой. И действительно читает Евангелие. Про себя читает. Ну, как про себя? Вслух читает. А, наизусть читает. У него нет книги в руке. Он наизусть читает. И так выразительно. И вот пока я иду по Чихачеву, а там кто был, знает, что есть дорожка такая длинная от одного храма к другому храму. Она тут среди строений проходит. Вот я иду медленно по этой дорожке и так про себя слушаю. А что же он читает? Какая часть Евангелия? И прислушавшись, дохожу до следующего храма. А там есть... Это я из деревянного, кто был в Чихачеву. Я из большого деревянного шел к каменному храму. К каменному. И вот я удивляюсь, каменный храм тоже открыт. И я захожу в этот каменный храм. А там сидит большой оркестр. Сидят девушки в таких золотых платьях. Почему-то только девушек, помню, в золотых платьях. Вот. И инструменты у них какие-то такие золотые в руках. И играют музыку. Играют музыку. И я захожу в этот храм, а этот мужчина заходит за мной и читает Евангелие. Читает громко. И я такой встал перед этим оркестром. Тут храм золоченый. Тут оркестр такой золоченый. И хочу вникнуть, что они за музыку играют. И так красиво музыка-то красивая. И так негромко, так по-настоящему, вроде как по-храмам они так играют эту музыку. Хотя в этом храме я никогда никаких музык не слышал. И я оборачиваюсь к этому человеку, чтобы сказать, дай маленько послушать музыку, что ты так громко читаешь Евангелие. Оборачиваюсь, а сзади никого нет. Никого нет. И я понимаю, что у меня чтение идет в голове. Я начинаю задумываться, как это оно у меня в голове, что я в уме своем, читая Евангелие, и понимаю, что я лежу в наушниках, и мне это все снится. И у меня читает Евангелие с музыкой прямо в наушниках. И мне становится удивительно на то, какой приснился сон. То есть, дав питание для мозга в виде Евангелия с музыкой, чтения Евангелия с музыкой, я вызвал в уме процесс творчества, который соединил и разговор о Чехачево, соединил в памяти картинки Чехачева, соединил образ какого-то мужчины, который читает, соединил и создал создал образ этого оркестра внутри храма, который я давно не вижу, что он открытый. И я был потрясен. Я лежал и думал, как же так? Получается, у нас мозг, ум, ум наш, это такой мощности творческая лаборатория, или даже не лаборатория, а творческое производство, потому что то, что я увидел вот так, если бы я на кино хотел снять вот такую картинку, вот такое кино снять, как вам сейчас рассказал, ну, это огромные усилия, камеры, свет, костюмы, ну, много-много чего, художники, и всё, это целый фильм, на который ушло бы в серьёзной мастерской, киномастерской, примерно месяц на изготовление, чтобы вот во всех этих, если, правда, снимать прямо в Чехачёво, прямо на месте, так далее, конечно, можно было декорации сократить, но в уме-то у меня нет Чехачёва, в уме-то у меня картинки, это всё составлено из тех картинок, которые я видел, и преобразовано в некие действия, добавленные новые, можно так сказать, элементы этого действия, и вот это меня навело на мысли о том, что мы не совсем, мы совсем не используем, мне кажется, своём, вот, в обычной жизни, для того, чтобы управлять управлять в этой обычной жизни событиями, управлять тем, что нас окружает, или, по крайней мере, всё это преобразовывать в то, что нам хочется, если вы разберётесь, как мы с вами видим действительность, то это тоже просто картинки, причём, достаточно имеющие чистоту определённую, состоящую из этих картинок, мир, он такой, какой мы его умом воспринимаем. Вот и всё. Чувства, которые у нас есть, тактильные, вкус, нюх, ну, зрение особенно, они не мыслящие, они просто предоставляющие нам материал для обработки информации из окружающей среды и эта обработка происходит в уме, в уме. И как вот учёные говорят, они всё время говорят, что творческий потенциал у любого человека, ума, очень большой, хотя сейчас вот такой учёный, как Севастьянов из МГУ там, утверждает на основе того, что оказывается разная плотность мозгу у разных людей, количество связей внутри мозга отличается у разных людей в 40 раз, может отличаться, у кого-то в 3 раза больше, у кого-то в 4, у кого-то в 40 раз больше. Для меня вот эта информация казалась такой хорошей, потому что, например, у нас есть такое понятие, что Пушкин написал столько произведений, которые нормальным людям нужно было 6 человек, чтобы написали. То есть, один за шестерых. В среднем вот так мог человек обычный написать в 6 раз меньше, чем написал Пушкин. И у меня всё время было вопрос, а как? Понятно, что он там даже в карете писал и везде, но ведь он ещё и детей рожал, он ещё и делом занимался, хозяйством занимался, деньги зарабатывал и всё остальное. А как вот это же надо было всё придумать, это же надо было всё сочинить, а если обычному человеку сочинять, я вас уверяю, это достаточно сложное делание, и попробуйте сочинить сочинение, вы помните, что в школе это чуть ли не самая главная проверка сочинить сочинение. У меня, кстати, хорошо шло, я всегда мог легко сочинить сочинение, у меня с ошибками было плохо, я ошибок много делал, а оказалось то, что вот не видит этот глаз, а у него связь с левым полушарием мозга, и нет оценки ошибок, то есть вот не воспринимаются ошибки. я потом узнал от ученых, что да, если глаз левый не видит, то у вас трудно вам найти ошибки, вот эти запятые все и остальные, он не видит просто, не воспринимает эти ошибки, а если правый глаз, а если левый, то там другой процесс, там как раз с мышлением начинает связано быть. так вот, смотрите, если мы осознаем, что у Пушкина как раз плотность мозга и знаний и была там в 40 раз больше по отношению к окружающим, то он и мог в 6 раз больше написать, ну, как минимум в 6 раз больше, а что, думаете, тогда было все не так, как сейчас и тогда такое было, ну, вот просто такое свойство. При этом, мне кажется, вот при увеличении вот этого, можно так сказать, способностей мозга увеличивается способность творчества и это творчество выходит за рамки сна, а у нас считают, что во сне больше работает мозг, там ученые установили, что ну, кто-то говорит в 3 раза интенсивнее работает, кто-то больше, то есть, вот то, как он работает, сказывается иногда на нашем сне, мы потеем, вот, оказывается, пот, это вот как раз работа мозга, требует больше крови, больше, значит, производства и, ну, в общем, больше крови, и мы потеем, вот, с такой напряженностью, вот мы как работаем руками, там, бежим или еще что-то, потеем от работы мышц, а здесь от работы мозга, вот мы потеем, и те, кто достаточно способны, они, оказывается, вот таким образом проявлялась у них работа их мозга, так вот, какое-то время Эдисон доказал, что в такой вдремоте можно изобретать, считает, что все свои изобретения он сделал во время дремоты, но многие ученые говорили, что они вот во время дремоты, я-то лично во время дремоты, так можно сказать, с молодости и статьи писал, и темы подготавливал, вот я сейчас чаще всего нахожу тему, которую вечером на ночь засыпаю, в течение ночи или особенно с утра в дремоте вот эта тема готовится, ну вот, например, сейчас я с вами разговариваю, это вот я об этом думал, когда просыпался потихонечку после этого сна, вот теперь я вам высказываю, иногда думаешь лучше, чем высказываешь, и вот это интересно, и отпускаются, конечно, вот эти все процессы сдерживания работы мозга, и когда я занимался темой реабилитации наркоманов, оказалось, что вот эти наркотики или там спиртное, они ослабляют вот этот тормоз, который днем у нас происходит для мозга, днем мозг отдыхает, оказывается, вот, и вот эти картинки, вот эти творческие, эти, они вот тоже начинают проявляться, но это не лучший способ проявления, не лучший способ, как говорится, творчества таким образом, но все это проявляется как возможность, если вы занимаетесь творчеством, если это творчество у вас увлекает ваше сознание, оно заставляет мозг работать не только ночью, и когда вот вы спите, то есть рассказываете, какие у вас сны бывают, какая у вас вот это, на самом деле я так теперь понимаю, что это от безделия мозг мучается, создавая ночью сны, создавая все эти картинки, потому что когда человек днем наработается так, как не может, как устал, как у меня матушка редко видит сны, потому что все время нарабатывается до такой степени, что все, телевизор кричит, свет включен, она уснула и до утра, как говорится, без задних ног, но это не у всех такая способность, некоторые и днем-то так полуспят, ходят в таком дремотном состоянии, и ночью-то не спят, и у них снижается вот эта функция, вот этой творчества и функции выработки, но она увеличивается, если вы этим творчеством начинаете целенаправленно и усиленно заниматься, и это сейчас я говорю для всех, кто унывая думает, что у него нет дальше никакой жизни, у него все, он устал, ему больше делать здесь нечего, вы зря так думаете, это ваш мозг, грубо говоря, говорит, хватит, мне такое безделье надоело, давай маленечко скрипеть, сны вам выдает какие-то, которые могут быть даже страшные для того, чтобы стимулировать вашу деятельность и так далее, и поэтому я-то вас призываю, что загружайтесь, придумывайте себе формы творчества, придумывайте что-нибудь, хоть вышивать крестиком, хоть резать ножичком, хоть аппликации делать, стихи сочинять и так далее, творческий человек должен нагружать себя, чтобы вот не давать мозгу, можно так сказать, отдыхать, иначе он начнет сокращаться, иначе у вас появится Ацгельмер, Паркинсон, деменция, деменция, это что? Это вот начинает мозг уменьшаться, ну а нет, он не востребован, зачем он нужен? И вот те невостребованные клетки, они начинают умирать, человек начинает деменция, вплоть до того, что перестает ближних своих узнавать, каждый день для него новый, ну, тот, кто деменция этого не понимает, правда, будьте здоровы, поэтому, дорогие мои, еще раз мне сегодня напомнил мозг, что, во-первых, он собирает информацию извне, если бы не было этого звука и этого чтения, то картинка бы не сложилась, и значит, даже во сне он насторожевой такой, и собирая эту информацию извне, он создавать из нее может все, что хочешь, любые картинки, под настроение, у меня было настроение послушать оркестр, а я решил, нет, я послушаю Евангелие, и я оркестр послушал, и Евангелие одновременно послушал, вот как это получилось, поэтому не опускайте руки, не лентяничите мозгом, не смотрите, как не знаю, кто постоянно один телевизор, где картинки мелькают, 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 там за вас все уже переживали, вы там уже кто блевотину, кто животину потребляете, в общем, берегитесь вот этого, лучше божественный мир осознавайте, еще раз походите, погуляйте, сейчас весна начнется, послушайте птичек, подумайте, стишки начинайте сочинять, про весну, про птичек и этот, и тогда вы будете для своих ближних в старости подарком вам внуков, правнуков могут вручить, потому что либо вы станете такой, как ребенок и вас будут на коляске возить и мучиться и уж прости господи ждать, когда же вы оставите их, вот так, все в ваших руках и все в вашем мозгу, вот, какое окончание этой беседы, здоровья вам всем, мои хорошие, радости, аминь. Аминь.